Пайна святых Например, святой Иоанн Затауст. Всюду, можно сказать, спешит уничтожить самые тени обновления апостола Павла в недоброте. Апостол предлагает исправлять в духе кротости, то есть крайне снисходительно. Не сказал наказывайте или осуждайте, но в духе кротости. Толкование Галатом 6. Святые отцы из соборов, то есть до века Затауста, отлучали и отвергали ереси, но никого из етиков не подвергали проклятию. И апостол Павел только по нужде в двух местах употребил это слово, впрочем, не относя его к известному лицу. Слово, что нельзя проклинать, что он первый, Затауст. По поводу обвинения медника Александра апостолом Павлом, да возраст ему Господь по делам его, святой Иоанн Затуст изъясняет. Апостол говорит так не потому, чтобы святые радовались наказанием злых людей, но потому, что слабейшие из верующих имели нужду в таком утешении, то есть, что Бог воздал за зло. Не сказал отомсти, накажи, прогони его, хотя по благодати Божия мог сделать это, нет. Павел не вооружает своего ученика Тимофея против него, а заповедует только удаляться от него. Для утешения слабейших он говорит, Бог воздаст ему. Эти слова пророчества, а не проклятия. Конечно, ученые и следователи с научным чутьем, а не с любовью, желающие проникнуть в Слово Божие, или некоторые позднейшие сочинители догматических богословий, влюбленные в проклятие и наказание грешников, себя, разумеется, они таковым не причисляют. Способны утверждать, что Иоанн Златоуст смягчил слова апостола Павла. Но мы знаем и верим, что в словах и делах любви Дух Святой не разуствует в устах свидетелей верных. Если в век любви достаточно было слов апостола Павла, чтобы понимать его как надо, то в век малой любви необходимо пояснение учителя церкви, чтобы апостол любви был понят как надо. Таково было сознание, которое полновластно старило в христианском обществе. Было, конечно, и противоположно, и сам Златоуст подвергся гонению. Однако никто тогда не осмелился в церкви утверждать, что насилие какое бы то ни было и откуда бы оно ни исходило, и ради каких бы целей ни предпринималось, ни чуждо христианству, может ему иногда содействовать. Нет. В совершенной ясности высказывалось и было принято иное. Нет нужды прибегать к насилию, провозглашал лактанты, потому что нельзя вынудить религию. Чтобы возбудить ее добровольно, нужно действовать словами, а не ударами. Нужно защищать религию, не убивая, но умирая не жестокостью, а терпением. А если ты вздумаешь защитить религию кровопролитием, то ты не защитишь ее, а опозоришь, оскорбишь ее. Нет ничего свободнее, как религия. Если у приносящего жертвы нет сердечного расположения, то религии христианской вовсе и нет. Конец судяшки. Или вот поразительный образец христианского милосердия, миросозерцания, святое Иринея о мучениках в Галлии. Другие историки всегда рассказывали о победах над неприятелями, о торжествах над врагами, о доблести военачальников, о мужестве воинов, которые защищали детей, отечество и другое состояние, достояние, оскверняли себя кровью и многочисленными убийствами. Пояснили, где здесь хотя малейшее оправдание войны, хотя бы самой правой? Напротив, наше повествовательное слово о Царстве Божьем изобразит самые мирные брани за мир души и опишет мужество сражавшихся больше за истину, чем за Отечество. С нашей стороны воинствовала благодать Божия, укрепляя слабых, противопоставляя гонения необоримых столпов. Конец судяшки. Изумительно, что вторую вторшуюся в сознание земной церкви истину в кавычках, полезность насилия в делах веры, провозгласил позднее с необычной экспрессией, сделая ее основой своего сатанинского трактата, никто иной, как величайший антихристианин Макеавелли. Если вера отсутствует, надо уметь заставить верить. Поэтому вооруженные пророки побеждали, а невооруженные всегда гибли. Намек, конечно, на Христа и Магомета. Императоры христианские до Юстиниана, первенствые в государстве, не посегали первенствовать в церкви. Там это языческий Рим, где император обожествлялся. Они инстинктивно чувствовали, что смешение императорской и церковной власти может привести к опасным последствиям. В своем законодательстве они касались церкви слегка, так сказать, случайно, не устанавливая в точности к ней свои отношения, не проникая во внутренние ее жизни и ее устройства. Поэтому из своих подданных они не принуждали насильственно принимать христианство. Вот что говорит император Константин, причеченный к лику святых, «Всякие делай, что желает душа его». Те, которые отделяются, то есть остаются в прежнем языческом состоянии, должны по своей воле держаться храмов и лжи. Но мы наслаждаемся святозарным делом божественной истины и желаем также и им, чтобы они благодаря всеобщему миру, благодаря счастливому покою мира, и сами нашли для себя правый путь. Это исповедование истинного христианского царя, как раз противоположного совету, который дал Августу первому обогатворенному римскому императору, язычник-меценат, «Ненавидь и наказывай тех, которые вводят чужих богов». Тогда епископы были далеки от светского правительства, сознавали себя чем-то совершенно иным, чем правящая власть государства. Вот разговор святого архиепископа Василия Ильихова с начальником области. «Вы правители, и не отрицаю, правители знаменитые, однако же не выше бога, и для меня важно быть в общении с вами». Почему не так? И вы, божья тварь. Впрочем, не важнее, чем быть в общении со всяким другим из подчиненных вам, потому что христианство определяется не достоинством лица, а верою. Такой свободой никто не говорил со мной, с удивлением заметил правитель области. «Может быть, ты не встречался с епископом», сказал Василий Великий, «ибо во всем ином мы скромные и смирение всякого, и не только перед таким могуществом, но и перед кем бы то ни было не поднимаем даже брови. Какая глубокая невозмутимость Духа перед лицом земного владыки, в самом тоне святого Василия слышится божественная оценка властителя мира сего. Начальник не важнее любого члена церкви, ибо Господь равно дорожит всякой душой человеческой». В Акафе четырех святителей читаем «Радуйтесь, царей, обречители небоязненней, радуйтесь, дьяволы победители славные, радуйтесь, славу земную я как прах презиравшие». Победа над дьяволом следует непосредственно за безбоязненным обречением царей. Отмечаем это, чтобы тем ярче подчеркнуть точку зрения на царскую власть Синяна, которую приведем ниже. Примером расхождения в возглядах у христианских начальников до Юстиняновского периода с государственно мыслящими, в кавычках, людьми, может служить отношение священнослужителей к преступникам. Они постоянно стремятся избавить преступника от строгости закона. В 398 году было известно постановление, запрещающее священнослужителям отнимать преступника из рук правосудия. «Отнимать» – вот выражение, проливающее свет на истинное положение дела. Невольно вспоминается известный образ святого Николая Чудотворца, останавливающий, уже занесенный над коленом преклоненным человеком, вечь палача. Позднейшие составители жития святых выдумали объяснение, что святой остановил казнь, желая спасти невинного. Научившиеся государственной мысли церковнослужители никак не могут себе представить, что служителям Божьим, церковным начальникам подобает ходатайствовать вообще о преступниках и по возможности спасать их от жестоких наказаний. Неросозерцание великих учителей церкви утверждает, что виновных нужно исправлять мерами кротости, а не казнить. Вот типичные изречения святого Иоанна Златоуса. Я могу указать на многих дошедших до крайней степени жла, потому что на них было наложено наказание, соответствующее их грехам. И для святого Силуана не должно быть предела в осторожности в применении наказания человеку за его преступление. Есть много примеров, что снисходительность заводила виновного до полного душевного переворота. Было бы только ему предоставлено время раскаяться и бодрствовала бы только над ним любовь. Запрещая отнимать преступника, государство все же чувствовало необходимость отозваться на великое милосердие тогдашних священнослужителей. Поэтому действовало так называемое вправо ходатайства и вправо убежище. Убежавший в храм или даже в ограду храма считался неприкосновенным. Гражданская власть не смела его взять отсюда. Вероятно, такой человек отдавался на исправление священнослужителем или последних входили с ходатайством, которое невозможно было игнорировать, а смягчение его участи у русских до времен Иосифа Головского, канонизированного церковью, печалование. Однако следует отметить, что положение доброго епископа в византийском обществе почти с самого начала христианской империи было очень трудным. Святой христианский начальник изнемогал от византийских нравов. Вот что, например, стал говорить святой Григорий Богослов, пробыв некоторое время на Константинопольской кафедре. Я устал. Отпустите меня в пустыню, в сельскую жизнь. Меня порицают за то, что нет у меня богатого стола, несоответствующей сану одежды, ни торжественных выходов, ни величавости в обхождении. Огонь Духа Святого Любовь есть, а величавости нет. Не знал я, что мне должно входить в состязание с консулами, правителями областей, знатнейшими из военачальников, которые не знают, куда расточить свое богатство, что и мне надобно роскошествовать из-за стояния бедняков. Не знал я, что и мне надобно ездить на отличных конях, блистательно высица на колесницах, что и мне должны быть встречи, приемы с подобострастием, что все мне должны давать дорогу и заступать все передо мною, как скоро даже издали увидит идущего. Сравнительно. Русский архиерей времени империи. Святой Григорий, который пришел в Константинополь, чтобы уничтожить торжествующее засилие Ариан, который возвик слово истины в небольшом храме Святой Анастасии, и через недолгое время весь город привлек на свою сторону, теперь вдруг из немог до того, что просит отпустить его вон из города. Кто же мог одолеть его? Победители Ариан, злейших врагов Христа. Конечно, внутренние враги церкви, столь тайные, что их нельзя уничтожить, как Ариан. Их главное орудие — полное отсутствие любви и уничтожение любви в народе. Святой Григорий ушел сам. Святого Иоанна Златоуста с позором и мучением изгнали. На смену истинным преемникам апостолов начинают прокрадываться те, о которых Святой Василий Великий говорит, «А теперь боюсь, что в настоящее время иные не облегшиеся во Христа и милосердия, смиренно-мудрые, долготерпения, если кто возьмется за них, не откажутся, а если никто не возьмется, во множестве будут стесняться и окажется много самопоставленных соискателей власти, гоняющихся за настоящим блеском и непредвидящих будущего суда». Лишь только земная власть в лице царя почуяла ослабление Христовой любви в церкви. Она тотчас спешит заговорить на своем исконном языке насилия. Святой Иоанн Златоуст про иеретиков говорил так, «Еретические учения должно проклинать и счастливый догмат обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться за них». Но не так говорил теперь император Феодосий Великий. «Мы желаем, чтобы иеретики, заклеменные своим позорным наименованием, кроме осуждения божественного правосудия, должны еще ожидать тяжких наказаний, которым по внушению небесной неязычественной мудрости заблагорассудит подвергнуть их наше величество». Как видим, совсем иной язык, чем у святого Константина Великого в его цитированном нами выше исповедании. Однако историк, приведя этот приказ, Феодосия замечает, «Впрочем, Феодосий Великий строгими законами только хотел устрашить иеретиков, но не приводил их в исполнение». Сравнительно. Человека нельзя ни силой влечь, ни страхом принуждать. Почему же не приводил? Потому очевидно, что в церкви еще не было забыто апостольское предание. Государство пока еще не смело нарушить традицию любви. Увы, это было уже не апостольское предание, как святыня, а только традиция. Внутренний огонь любви догорал, и потому достаточно было некоего усилия побеждающего духа, чтобы ценности переместились. И то, что было преобладающим, стало преодоленным. Чтобы дать перевес созревшему антихристову духу, занять перенесущее место в храме Божьем, сяйт он как Бог, выдавая себя за Бога, надо было, пользуясь помрачением от недостатка любви, вдвинуть в христианское умозрение некую пустую величину, провозгласив ее священной. Это и совершено было теперь. В шестой новеле Истинян заявляет, что есть два величайших блага, дары Всевышнего людям, священство и императорская власть. Когда священство безукоризненно во всех отношениях имеет дерзновение к Богу, а императорская власть справедлива и как должно устроять веренное ей государство, тогда будет некоторая дивная симфония, гармония, доставляющая все полезное роду человеческому. Эта пышная фразеология извращает христианскую правду. Истину надлежало бы изложить так, когда Церковь Христова, а Церковь это все ее члены, в которых каждый имеет от Всевышнего какое-либо служение, безукоризненно во всех отношениях, то есть каждый из членов как должно устроять свой внутренний образ, ибо всякий христианин есть храм Бога и царь самого себя, то будет некоторая дивная гармония, которая называется Церковью Совершенной. Утверждение Истиняна, что для совершенства Церкви достаточно, чтобы безукоризненно было священство и справедливо, через законы императорская власть, и есть с христианской точки зрения решительная неправда. Можно указать на времена апостольские, когда священство было не только безукоризненно, но и свято, апостолы, пророки, учителя, все божьи избранники, но никакой дивной гармонии в Церкви не было, а было очень много недостатков, конечно, гораздо менее, чем при Истиняне, и общины христианские далеко не были совершенны, хотя и гораздо добрее времен Истиняна. Истинян сам не понимает, о чем он говорит. Приводить в дивную гармонию через деятельность отдельных людей можно только внешнее соединение людей, полк, партию, государство, и для этого существуют более подходящие глаголы – хорошо устраивать, великолепно организовать, дисциплинировать. Церковь в дивную гармонию в Царствие Божие приводит только один глава ее – Господь Иисус Христос на основе любви братьев друг к другу. Отдельные члены Церкви, какое бы высокое служение ни исполняли, даже апостолы, не могут привести Церковь в дивную гармонию, иначе совершенство соединения. Усилиями отдельных братьев можно только помогать немощным членам Церкви перерождаться из душевных в духовных, чему и способствует все имеющие полноту Духа Святого. Это значение работы духовных, настоящих и единственных работников Церкви, внутренне возрастающих во Христе. «Свидетельствует апостол Павел так, «Я сделал совсем для всех, чтобы спасти некоторых». Не сказал, чтобы спасти всю Церковь, привести ее в дивную гармонию, а только спасти некоторых. Значит, тот, кого сам Христос посылает на свою работу в Церковь, ограничивает ее спасением некоторых братьев, которых он в состоянии по своим силам спасти. Других спасают другие по указанию Христа. Итак, прежде чем обращаться к Истиняну и показать, что он принес своими декларационными положениями, своей деятельностью в Церковь, мы должны ясно созерцать, в чем заключается жизнь Церкви. Ее внутренняя жизнь заключается в благоустроении себя каждым ее членом в духовном перерождении, чему способствует духовное, посланное Христом в помощь его домостроительству. Помогает этому также таинство, совершаемое рукоположными священниками, внешнюю же жизнь, распорядок Церкви предоставлено ведать самому обществу, христианскому собору, в общинах, в собрании общины, в более крупных объединениях, в собору выборных от отдельных общин. Сами общины выбирают себе начальников, иерархов, всяких степеней, которые совместно с народом ведают внешнюю жизнь общин и их объединение. Характерной чертой епископов в первых столетий было то, что каждый акт приложения церковно-правительственной власти совершался епископом публично при ближайшем участии всей его паства. И сам епископ рассматривался не только как начальник, но и как излюбленное, доверенное лицо общины. В свою очередь, каждый член общины, по слову Христову, каждая душа, драгоценность Божия, представлял собой значимую величину, имеющую всегда и во всем право голоса. Эта тонкая и свободная организация Христова Церковь, конечно, могла бы потерпеть очень большой ущерб, если бы какой-нибудь отдельный член ее могла зурпировать в ней власть, вставаясь на то или иное вымышленное им священное право. Таковыми всегда были уже апостолы, уже пророки, уже учителя, которые в противоположность избранникам Божиим, наставляемым Духом Святым, быть при всей своей силе, как бы низшими среди братьев, захватывали власть и обладевали душами ближних, внося великое смятение и разрушая любовь. Таким зурпатором ворвался в церковь и истинян, объявившая императорскую власть священной, дарованной Богом. До сих пор христианские императоры считали себя простыми членами Христового общества, равными среди равных, и таким образом берегли хрупкую организацию христианского общества, основанную на великом значении свободы всякого члена церкви и участии всех без исключения братьев в жизни общины. До какой степени ценно это участие каждого, доказывает учение двенадцати апостолов, умоляя всех и каждого члена церкви не уродовать тело церкви своим отсутствием на собраниях. Христиан присваивает своему величеству то, о чем должно, должна заботиться вся церковь, все члены ее без изъятия. Он утверждает, что император имеет долг и право пищить о чистоте догмата в соблюдении канонов о достоинстве священства. Он развивает в этом отношении кипучую деятельность, ни с кем не советуясь, а напротив всем навязывая свою волю. Причем все свои предписания снабжает бесчисленными цитатами из священного писания, преимущественно Верхового Завета, доказывая своим подданным, что он всегда прав. История Пятого Сыринского Собора как нельзя ярче изображает нам деятельность Ястиниана в церкви. Однажды Ястиниан издал указ, в котором произносилась анафема на лицо и сочинение покойного Феодора Монсуэрского. На некоторое сочинение Феодорита и письмо Ивы. Мотивом этого указа было желание примирить церковь с монастезитами, в котором покровительствовала очень любимая Ястиниана, его суслуга Феодора. Монофизиты упрекали, что церковь не осудила на Халкидонском Соборе этих трех лиц, писавших в духе Нестория. Конечно, это было не что иное, как повод опорочить Халкидонский Собор, осудивший их самих монофизитов. Император хотел придать этому указу общецерковное значение. С этой целью он потребовал, чтобы под ним подписались все представители церковной власти, патриархи и епископы. Сначала все отказывались. Первое лицо, от которого император потребовал подписи, был патриарх Константинопольский Мина. Последний находил, что осуждение трех глав грозит опасности авторитету предыдущего Халкидонского Собора, ибо Собор этот не осудил Феодора, хотя и знал о нем. Однако по настоянию царя Мина подписал, но с оговоркой, что возьмет подпись обратно, если Папа Римский не согласится с указом. Тоже патриарх Завил Александрийский отказывался, но после понуждений со стороны Есениана подписал. Патриарх Ефрем Антиохийский объявил себя врагом указа, но опасность лишиться своей кафедры побудила его согласиться. Патриарх Иерусалимский Петр объявил перед русалимскими монахами, что кто подпишет указ, тот враг Халкидонского Собора. Но наконец-то он согласился исполнить волю императора. Остальные епископы Востока так или иначе последовали за патриархом. Однако Запад во главе с Папой решительно отказался присоединиться к пожеланию Есениана. Но вот что произошло с Папой Вигилием. Есениан, чувствуя, что его желание анафомитствовать трех глав, не вызывая сочувствия во Вселенской Церкви, вызвал Папу Вигилия к себе в Константинополь. Здесь сначала Папа повел себя совершенно независимо и отлучил патриарха Мину от церковного общения. На четыре месяца жил его подпись под указом императора. Однако, проходит некоторое время, и Папа Вигилий тоже оказался не в состоянии противостоять духу царившему при дворе Есениана и согласился на осуждение. Волотов говорит, Есениан умел как немногие производить давление на епископов, и никогда еще римские папы не стояли в такой зависимости от Константинопольского двора, как в его время. Возмущение Папы Вигилием на Западе было огромным. Его считали отступником от веры, и даже среди сопровождавшие его свиты нашлись некоторые обличавшие своего начальника. Однако, согласие Вигилии не было очевидно искренним. Когда через шесть лет после его приезда в Константинополь он все еще продолжал здесь жить, открылся собор, Пятый Вселенский собор 553 года, то он под разными предлогами отказался явиться в собрание. И собор состоялся без его участия, а также и без участия западных епископов. Только много времени спустя уже из Рима Папа Вигилий прислал письмо патриарху Константинопольскому, где высказывался за присоединение к собору. Вообще же, только через 50 лет все на Западе присоединились к собору. Что, собственно, отвращало всех от осуждения трех глав? Мы имеем драгоценное свидетельство представителей Африканской Церкви, которая в особенности восстала против указа Ястиниана. Епископа Понтиака, отметившего от лица Африканской Церкви Ястиниану, Ферранда, написавшего послание в Рим по просьбе Папы Вигилия, оно сделалось руководящим для Римской Церкви, и епископа Факунда в его сочинении «В защиту трех глав». Понтиак писал, «Из вашего последнего указа мы узнали, и это нас сильно смутило, что мы должны осудить Феодора, сочинения Феодорита и письмо Ивы. Сочинения их нам малоизвестны. Если они дойдут до нас, и мы прочтем, а равны и другие сочинения противные права веры, то мы осудим их, но не самих авторов уже умерших. Они подлежали бы справедливому осуждению, если бы были живы и досели, и отказались бы осудить свои погрешности. Но к чему нам вести войну с умершими? Они перед лицом судьи истинного, выше которого нет другого судьи. Оставь, государь, мир церквам». Ферран говорил, «На предыдущем Халкидонском соборе не высказано было осуждение этим трем лицам, хотя собор имел о них суждение. Высказывать осуждение теперь, колебать авторитет Халкидонского собора, умерших осуждать не должно. Что позже, вести борьбу уже с умершими или производить из-за них муту в церкви. Император своим указом производит насилие на совести членов церкви. Никто не может навязывать своего мнения другим, иначе мыслящим. Святые, которых сам Господь через духа мудрости призвал к научению верующих, никогда не требовали подписи под своими книгами. Благочестивый исследователь не спешит, чтобы его мысли точно были приняты верующими. Напротив, он готов сам согласиться с теми, кто мыслит лучше по данному вопросу. Факунд. Феодор умер в мире с церковью. О нем не произнес осуждение собор Халкидонский, хотя и на нем читались послания Ивы, осыпавшего похвалами Феодора. Хотят осудить Феодора, как юритика, за его заблуждение. Но юритик не тот, что заблуждается, а тот, кто, будучи увлечен, вне православия, однако же остается упорным. Святые отцы, прежде чем осудить кого-либо, сначала урисевали его и давали ему время одуматься. Как же осуждать Феодора и юритика, когда он умер? Собор Халкидонский решил, никто да не судит отсутствующего, а вы хотите сутить не только отсутствующего, но даже умершего. Разве Феодор, если бы был жив, а ведь он умер до третьего собора, где был осужден в истории, за те мысли, корни которых вы теперь находите у Феодора, не мог бы исправиться в своих заблуждениях и считаться оправданным? Мысли, высказанные этими тремя африканцами, производят потрясающее впечатление своей правдой. А разве они, хотя сколько-нибудь, оправдывают заблуждения или восстают против осуждения тех, кто не желает каяться? Они взывают к любви, к братьям. Во имя и любви они восстают против чудовищного дела, осуждать тех, кто не в состоянии покаяться, потому что умерли. Что ж, Есениан, он продолжает, как верно сказал церрант, насилуя целых своих собратьев, членов церкви, упорно отстаивая свое желание. Желание же его во что бы то ни стало добиться, чтобы все в церкви, как и он, осуждали и анафемствовали умерших. Он снова издал этот указ в 1551 год, в котором сначала богословствуют о Святой Троице, потом анафемствуют различные еретиков современной и древней церкви. Он точности старается доказать, что церковь будто бы всегда анафемствовала еретиков после смерти, если не успела отлучить их при жизни. Он ссылается на Никейский собор, который безымянно анафемствовал тех, что следует течественному учению Ария, причем без умерши. Он припоминает, что Святой Августин однажды писал, что если бы открылось, что со стремлением на анд мысли что-нибудь вопреки церкви, то он подверг бы его анафемии после смерти. Если бы. Приводить в виде положительного аргумента, христианское ли это дело. Не лучше ли было бы в тиши помолиться за Августина, за неосторожное выражение. Наконец, последнее рассуждение Ясниана в защиту своей мысли самое показательное для определения его духовного состояния. Иоанн Затаус оправдан после смерти, за счет можно и осуждать после смерти. Заметим, что Иоанн Затаус не оправдан после смерти, как он невинный. Не нуждался в оправдании, а призвано только неправильным его осуждением на разбойничем соборе. Вернее, было бы сказать, не Затаус оправдан, а собор, на котором осужден, призван разбойничем. Кроме того, оправдание после смерти есть дело любви, которое всегда допустимо. Осуждение же есть дело не любви, а поношение, которое недопустимо к покойным. Далее возражая тем, кто утверждал, что не следует вместе с осенениями анафемствовать и лицо осенителя, Иоанн говорит, что он мыслит так, кто не знает священного писания, в котором говорится, что равно ненавистный Бог и нечестивец и нечестивец и его книга «Премудрости Соломона». Заносчивость то не обличает Иоанну. Но кроме того, неужели достойно христианин отступил их в ветхий завет, чтобы оправдать не милосердие к брату? Ведь там сказано так же око за око, зуб за зуб. Быть может, читателю кажется странным, что мы так подробно разбираем ястиняного желания анафемствовать покойного? Да, это было бы известно, если бы вопрос этот остался спорным в церкви. Но состоялся по воле ястиняна собор, наименованный Пятым Вселенским Собором. Собор руководствовался программой, начертанной в указе ястиняна, где обозначалось, с каких именно сторон должно рассмотреть спорный вопрос о трех главах. Обсудив дело, собор исполнил желание ястиняна анафемствовать умершего Федора. Таким образом, своим вселенским авторитетом он одобрил анафемствование покойников. Сейчас мы увидим, согласны ли это было с преданием апостольским. Где искать правды? Конечно, у великих учителей церкви. Богослову царю вовсе не следовало обращаться к древним временам Соломоновой премудрости и не ссылаться на блаженного Августина с его сомнительным, если бы. А надлежало поучиться у тех, что по этому вопросу высказался с необычайной ясностью именно у святого Иоанна Затауста и у цитируемого им в слове о том, что не должно проклинать ни живых, ни мертвых святого Игнатия Богоносца. Вот что сказано в этом слове. «Святые отцы соборов отлучали и отвергали ереси, но никого из еретиков не подвергали проклятию». Пояснение. Выражение «проклинать» и «анахемствовать» по смыслу слова «тождественны». Нынешние священники на вопрос об анафеме стараются отклонить ответственность за современную практику церкви тем, что не имели никаких оснований отрицают тождественность проклятия и анафемы. В свидетельство Затауста и действий святых отцов первого и второго в Севенских соборах, а Затауста умер в 47-м году. Значит, мы говорим только о первых двух соборах. Чрезвычайно драгоценно не только потому, что свидетельствует великий уничтитель церкви, но и потому, что от первых двух соборов не осталось никаких протоколов. Значит, он утверждает по свежему преданию о соборах. И апостол Павел только по нужде в двух-только местах употребил это слово, впрочем, не отнеся его к известному лицу. И далее уже Таусь говорит, «Почему же ты, когда никто из получивших власть, то есть отцов, собора и апостолов, не делал этого или не смел произвести такого приговора, ты осмелишься делать это, поступая вопреки цели смерти Господней, предупреждаешь суд царя». Далее святой Иоанн Запоуз за подтверждение цитирует святого Игнатия Богоносца. «Трудающие человека церковной анафеме подвергают себя совершенной погибели, присваивая себе достоинство Сына Божия, ибо анафема совершенно отлучает от Христа». Ерекистские учения не согласны с принятым нами должен проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей всячески щадить и молиться об их спасении. Вот истинное учение апостольской церкви. Можно ли сильнее и тверже высказаться по этому поводу? И кто так говорит? Святой Игнатий Богоносец, тот, кто писал о значении епископа в церкви и на которого поэтому ссылается епископ у позднейших времен, чтобы сказать о своих великих преимуществах. Однако замалчивают его, когда дело идет о самой основе христианства, христовой любви к людям. Кто еще говорит? Тот, кого церковь соединила неразрывно с двумя другими учителями церкви и тем же свидетельствовала, что есть трое, Василий Великий, Григорий Богослов и Анжел Тауст, едины мыслят о всем проповедуемом каждому из них. Но это учение столь не похоже на последующую практику в церкви, гремит анафема в соборах. Что было бы легче и приятнее всего объявить слово Златоуста, напечатанное в первом томе его творения, подложным. Один из исследователей творения святых отцов, католик Нин, называет его сомнительным, не осмеливается назвать подложным, как именуют некоторые другие слова Златоуста. Мы знаем, что ученые и исследователи Евангелия главным образом из протестантов не стесняется утверждать, что откровение святого Иоанна в Евангелии написано не Иоанном Богословом, а каким-то другим Иоанном, что послание Иоанновы тоже не его, и даже, что Евангелие от Иоанна написано не одним человеком, а несколькими. Но не будем спорить о писаниях Иоанна Богослова, ибо это означало бы сомневаться и в истинности проповедуемых им Евангелии, скажем, о слове Иоанна Златоуста. У кого есть малейший критический дар и просто даже художественный вкус, не может не почувствовать, что данное слово Златоуста написано совершенно в духе и стиле других его писаний. Что же касается правды им благовествуемой, то мы знаем, что в словах любви великие учителя церкви не ошибаются, ибо ошибаться в любви это возводить ложь на Духа Святого. Ведь может следует высказать еще некоторые соображения по поводу мыслей слова Яна Златоуста. Как следует разуметь изречение святого Игнатия Богоносца? Анафема совершенно отлучает от Христа. Анафема есть разрыв церкви со своим членом. Это не лишение тех или иных прав, даже всех прав, например, права причащения. Таковое лишение может считать мера исправления внутри церкви. Нет, весь церковь выбрасывает из твоей среды отлучаемого доказательства отказ поминать его именно простомидии. Значит, лишает его своей любви, всякого касания любви. Последствия поистине страшны. Отлучаемый никогда не будет в состоянии покаяться, ибо без любви церкви человек не имеет сил осознать свои грехи. Таким образом, отключая от себя брата, церковь обрекает его на вечные муки. Это утверждает святой Ян Златоуста словами, предупреждая суд царя. Нарушена цель смерти Господней, ибо он уменен за всех, за каждого, и второе пришествие не совершается еще ради того, чтобы все пришли к покаянию. Не медлит Господь долготерпит нас, чтобы все пришли к покаянию. Заметим также, что еще не пришедший в церковь, то есть язык, имеет особое общение с Богом. Закон написан у него на плотяных скрижалях сердца, говорит апостол Павел. Член же церкви, отлученный от церкви, отлучен и от ее главы, то есть от общения со Христом, что свяжете на земле, будет связано на небе. Все, что здесь говорено, относится к земной церкви, а не к небесной. А то мы ничего не знаем настоящего. В заключении вопроса именно о нахомедствовании церкви, приведем типичнейший пример, как члены церкви, оскрепленные антихристовым духом, не видят, что делают и что говорят, когда дело идет об анафеме. В книге «История Вселенских соборов» профессора Лебедева, одобренной считающим синодом для ученических библиотек всех учебных заведений России, в книге «Второй» приложение о Никейском соборе на языке коптском на странице 247 автор цитирует фрагменты сохранившихся древних рукописей «Анафемествование собора». Мы анафемствуем также веру Фатина, который и так далее. На странице 252 автор говорит от себя, «Анафематизм собора проклинает не только ария, но и еретика Фатина». Таким образом, анафематствование соборы веры Фатина, что и согласно утверждению святого Златоуста, превращается у Лебедева профессора проклятие собора меритика Фатина. В откровении святого Иоанна Господь и вившийся апостол на острый пасмус в послании ангелу церкви Феской говорит, «Ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. И ангелу пергамской церкви у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Дела, а не людей Бог ненавидит». Итак, истинян достиг в конце концов даже собор согласился с его страстным желанием анафемствовать покойного. Во имя чего истинян действовал. Конечно, он ни минуты не сомневался, что работает на благо церкви. Например, в данном случае он был уверен, что помогает монофизитам воссоединиться с церковью. Он думал даже, что способствует вере Христовой оружием, расширяя пределы своего государства. Даже думал, что оказывает услугу церкви насилием, присоединяя к ней истинян как бы даже жертвовал собой. Своим здоровьем, временем был аскет, молитвенник, горел одушевлением. Однако вся деятельность истиняна стала несчастьем для церкви Христовой. Ибо действовал он не по внушению Божьей, а по собственным произволениям. Трудно найти в истории более лучший пример того, что может натворить христианин, не знающий цели христианской жизни. Как мы много повторяли, цель это во втором рождении свыше. И для этого необходимо стяжать Духа Святого, то есть научиться распознавать голос Духа Святого. Сообразно этой истине настоящий христианин, не имея мановения от Господа в своей мирской жизни, развивает природные дарования и тем в поте лица зарабатывает хлеб. Но в церкви не дерзают выступать с желанием осуществить планы и мысли, кажущиеся ему полезными для нее. Чем грандиознее планы, чем более усилие употреблено для их проведения, тем страшнее деятель для жизни церкви. Многим, быть может, даже большинству в этом несчастье, будет он представляться значительнейшим и необходимым церковным работником. Но историк, пожелав оценить такого человека, даже преклоняясь перед великими его трудами, непременно почувствует облик его как бы двоящимся. Свет истины искажен игрой неправды, которой он был проводником. Посмотрите, например, какую характеристику дает Есениану высокий и искренний христианин хомяков. В общих начертаниях и намерениях действия Есениана запечатлены величием и глубоким чувством, но мы знаем, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Однако далее истина доставляет хомякова сказать, в подробностях своих действий его представляет часто или жестокость или бессилие. Еще обобщение. Император Византии одной силой любви к правде и просвещению пробудил стихии мысли и жизни и снова противоположное. И игралище придворных интриг развратной жены и внушающей страх о народу под добросердечью и неглубокое уважение по недостатку твердости и самодеятельности в делах правления. То же произошло с первым летописом Есениана Прокопием. К удивлению историков обнаружена вторая биография Есениана того же Прокопием. В первом же внеописании изображается необычайное величие дела этого императора. Историческая наука, которая привыкла под обострастничесть перед творцами громких событий, присвоила Есениану эпитет Великого. И вот оказалось, что вторая биография совершенно противоречит первой понравственной оценке Есениана и его жены Феодоры. Она рисуется как жалких, развратных, жестоких, вообще отталкивающих личностей. Историческая наука сначала заподозрила, что было два Прокопия. На эту мысль пришлось оставить, так как подлинность одного Прокопия и двух его биографий несомненно. Тогда стали обвинять во всем Феодору, называя ее развратницей. Мы понимаем это иначе. Хотя Феодора и была происхождение низкого до служителя цирка, и в молодости не вела особо нравственной жизни, но затем изменилась и во времена своего венчанного положения на троне, не отличалась образом жизни, который на светском языке называется развратным. Ключ к пониманию возможностей второй биографии обличительной Истиньяна заключается в характере его религиозных дел. Если бы он был только светским деятелем, то спокойно пользовался бы именем великого, как им пользоваться собратья его по величию Наполеон, Петр I, Екатерина II и прочее. Но он стал в церковь величием своих дел. И Дух Божий разоблачил его во второй биографии, чтобы его вторая истина, которую он привил к церковному сознанию, в конце концов, была заклеймена, как и величие его дел. Что касается разврата, то это вообще атмосфера присутствия величим. По приговору истории и церкви деятелям. Итак, лик двоится. Умнейший, ученейший, как будто добрейший, работающий до кровавого пота и одушевленный как будто правдой, все же время жалкий, игралищи придворных интриг и властные жены. Если оценить строга по христианству, и Синьян был несчастный человек, менее всего пригодный для верного служения Христу. Однако, ревнуя всеми силами своего недюжинного дарования служить церкви, но не признанный Христом к служению, он стал замечательным проводником антихристового духа, способствием его в избирании на престольное место. Два заветных памятника оставил Естиньян «Чудо-чудес» Храм Святой Софии и Кодекс Законов. С точки зрения Духа Христианского роскошный Храм Святой Софии продолжает традицию достижений языческих. Недаром он присислен к одному из семи чудес света и является славой мира сего. В сущности великолепие Храма Святой Софии символизирует материализацию церкви, которая благодаря Естиньяну получила великое значение для церкви. Древняя церковь ценила простоту, кодекс законов венец достижения языческого мира. И опять как бы символ поражения христианства, где должна действовать благодать а не закон. Вот положительные плоды Естиньяновой деятельности. Теперь мы будем говорить о явно отрицательных. При вступлении на Христово Естиньяна духовное состояние церкви было таково, что сила истины возвышалась над христианским сознанием всей церкви. Выражаясь усвоенным нами языком, святые еще главенствовали в церкви. Однако антихристов дух созрел настолько, что готовился очень приблизительно к престольному месту. Характерное для такого положения вещей событие произошло еще за 200 лет до Естиньяна. Мы скрировали поистине мученическое слово святого Григория Богослова к жителям церкви Константинопольской. Просьба отпустить его в пустыню, в деревню, ибо жить и дышать в столице ему стало нестерпимо. Митрополиту навязывают придворный этикет. В изображении святого Григория этот этикет представлен как чистое издевательство на служителям Христа. Когда святой Григорий ушел, на его место был избран нектарий, человек светский, умерший ладить с придворным миром. Такова была участь епископом в империи. Но все же не нектарии стеснявшиеся выражения святого Василия Великого. Ради выгод на начальственные места церкви до истиняна давали тон христианскому обществу. Императоры, а за ними и все имевшие вес в государстве, тогда еще благоговели перед духовными и святыми мимами в народе, то есть в церкви. И потому не только не дерзали равняться с ними, а признавали себя гораздо ниже. Как, например, можно указать на Феодосия I в IV веке, который смиренно исполнил эту тимию, наложенную на него епископом Амросием за избиение в христалониках. Несиан уничтожил это преимущество святых, объявив императорский престол священным местом. Таким образом навязывалось мнение, что всякий, кто угодно, занявший престол в христианском государстве, получает будто бы право милостью Божией властвовать в государстве и церкви. Так Божий избранник помазанник, он становится безответственным, и его нельзя учить. Правда, Исиан так не говорил, не мог говорить. Тогда еще жило апостольское предание, и под помазанием, разумево, не помазание веществом милей, а руководство Духа Святого. Помазание, которое вы получили от Святого, учит вас всему. Тогда знали, что само слово христианин значит помазанник. Только когда стало забывать истинное понятие слова помазанник, императоры, коронавицы, будучи мира помазуемы для укрепления духовных сил, стали провозглашать себя какими-то отличными от всех помазанниками божьими. Итак, это в последствии Есениан же, словесно отделываясь билеречивыми суждениями, выше мы приводили примеры, фактически захватывал власть церкви для себя и для своих преемников. Вот что говорит Болотов, когда каждый епископ тогда обязан был прислушиваться к голосам предборных партий, иначе его могла смять железная рука такого государя, как Есениан. И еще, принцип Есениана удержался и, развиваясь, пришел к заключению. Всякий христианский император есть вместе с тем и священник. К этому следовало выдавать священник, властелин, противоречие прямым словам спасителя, обращенным к апостолам. Цари господствуют над народами, а вы не так. Лука 22.25 В конце концов, идея императорского блестительства в делах веры и церкви так глубоко укоренилась в сознании византийцев, что стало обычным воззрением императорская власть может все делать в церковном управлении. И еще сильнее выражает эту мысль один историк. Со времени Есениана зарождается теория об императоре, как равным апостолам, равноапостольной, получающим благодать прямо от Бога и стоящим над государством и над церковью. представители новоизобретенной божественной власти церкви постарались очень скоро уничтожить значение народа в церковном управлении. Вот как говорит об этом академик Болотов. Простой народ стали вовсе устранять от участия в собрании для выборов епископа. Только клиру и почетным гражданам богачам представлялось назначать трех кандидатов для назначения митрополитом его избранника. От этого устранения народа от выборов ослаблялась его сердечная связь со своим пастылем, которая существовала в лучшие времена древней церкви. Наконец 7-й Вселенский собор нашел дело в таком положении, что участие народа в избрании епископа было для него совершенно непонятное и противозаконное явление, почему он постановил во совсем устраните влияние в этом деле светского элемента. Изгнание церковного народа из управления церковью совершенно ослабляет ее. Ибо Дух Святой вдохновляющий церковь на правый путь дышит где хочет. Никому неизвестно через кого сегодня или завтра в собрании церкви угодно ему сообщить ко всеобщему церковному познанию истину волю свою. Закрепостить, устранив народ в церковном управлении за теми лицами, которые занимают в те или иные времена начальственные места безразличных царей или иерархи. То же, что желать закрепостить, урегулировать харизматизм, как мы недавно где-то прошли Духа Святого за теми, кто бы ни оказался в данном месте. Значит, как это нередко бывает за нечестивцами, что, конечно, невозможно и противоречит истине. Дух дышит где хочет. Чтобы понять всю унизительность, в какую вергается церковь Христова при императорах, правящих, будто бы, особой милостью Божией, следует обратить внимание на положение в это времена святых, верных свидетелей Христа. Царей обличители безбоязненные, сказано в Акасистве трех великих учителей церкви. Такова обязанность Божьих людей в церкви. Но как осуществить столь важное святительское дело, если правят не просто цари, а помазанники Бога на земле, как они сами и другие верят, себя почитают? Не обоих ли очень эти помазанники Божьи на вмешательство в их непосредственное отношение к Богу? Спустя несколько веков после Ессениана Святой Симеон Новый Богослов среди причин отказываться в Симеон приводит следующую. Возможно ли, чтобы ты, Господи, не удалился от меня, если я не стану с верзновением правильно обличать царей и другие власти в их беззакониях и неправдах? Не потому не стану, что Святой боится обличать сильных мира сего, ибо верный свидетель, если есть на то соизволение Божие, не только обличает, но и мужественно принимает казнь за свою правду. Припомним у нас в России святого Максима грека, обличавшего Василия Третьего за беззаконную женитьбу и посаженного почти до конца жизни на цепь смрадную тюрьму или митрополита Филиппа, обличавшего Ивана Грозного. Святой Симеон Новый Богослов выражением не стану, хочет указать на невозможность в его время настоятелям церкви осуществлять одну из важнейших своих обязанностей. Ибо не всегда обличение святых бывает по спасению братьев, но могут превратиться в соблазн. Именно на это указывают слова Христа «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга Вашего председениями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Для примера представим себе, что могло произойти даже с великим святым, назовем святого Серафима Саровского, если бы он пришел ко двору Екатерины Великой обличать ее в разврате или к Николаю первому обличать его за горделивое превозношение своим величием, за жестокость, пропускание людей через строй, наказание с киструтинами, за незаконное сожительство с фрайлиной императрицей при живой жене, привольные приключения на маскарадах, которые царь любил посещать или к митрополиту московскому теларету обличать его оправдание телесного наказания. При гуманных веяниях, проникших в Россию в конце XVIII века, святого Серафима Саровского, конечно, не казнили бы, но, вероятнее всего, отправили бы в сумасшедший дом или в монастырскую тюрьму. При государственной власти Божьей милостью Христовы верные свидетели приговорены к умолчанию. С высоты престола на них взирают, как на неких блаженных, подвигом которых до известной степени удивляются, даже обращаются к святым в случае неизлечимой болезни, которую отказывались лечить ученые и доктора. Но, конечно, дикой бы показалась мысль просить у них государственного совета. Деятельные желания святых самим осуществить древнее право убежище для преступников или их настойчивое ходатайство об освобождении преступников от наказания, несомненно объявлено было бы бунтом преступным и вмешательством в святая святых власти, полученной от Бога, самодержавно творить суд и расправу. Блаженно в негосударственно мыслящем место в монастырях в кельях безмолвников таково исповедание царей, кормленных от утробы матери своей антихристовой истиняновой идеи о святом значении в христианстве царской власти. Чтобы осветить страшную картину опустошения любви, которая произвела церкви христовой деятельность императора, империума, объявленного священным, достаточно привести следующие факты. В конце четвертого века, как мы сказали, Византии был вызван закон, запрещающий священнослужителям и монахам отнимать преступников из рук правосудия. Ибо так поступали тогда служители алтаря. И в виде компенсации, ибо государственная власть преклонялась перед божьими людьми, даровано было право убежища и действительного, то есть непременно исполняемого ходатайства о смягчении наказания преступником. Таково было положение дел в первой века империи, объявившей себя христианской. В конце десятого века, когда Россия приняла христианство, наехавшие из Греции епископы возмущались, что Владимир святой совсем не казнит преступников и учили его, что преступников следует непременно казнить. На это Владимир святой ответил им Бога боюсь. Позднее русские, а не греческие иерархи создали акт печалование истинное духовное творчество. Таким образом императорская власть подчинила своей государственной мудрости священства, а конечно она не могла подчинить этой мудрости божьей людей. Поэтому между святыми с одной стороны и представителями империи и священства, покоренного императорской властью с другой, произошел разрыв, легла великая пропасть непонимания и разномыслия и разноделания и мука для святых иерархов. Приведем примеры. В первой половине XII века Бернард Клервозский говорит, юридиков следует брать, но не избегать, брать не оружием, а доводами, опровергая заблуждение их. Такова воля того, кто хочет, чтобы все люди спаслись, а католическое священство позднее насилует и жжет на кострах иеретиков. Итой Феодосий Печерский, XI век иеретик, Латынянина с помилой от беды избавь. В то же время греческие епископы пытались учить русский с византийским обычаем иеретиков бить воловьями жилами, что запретила им русская правда. Самое страшное для человека обладать властью, под властью мы разумеем всякую власть и церковную и гражданскую. Даже великие святые, имеющие полноту Духа Святого, изредка соблажняются. Только двенадцать апостолов были освобождены от этого злого, недуга власти. Они неизменно сияли в свете великой благодати, конечно, уже после сошествия Духа. Раньше же они постоянно ссорились даже в присутствии Христа, кто из них больше. После пятидесятицы в них и вокруг них все плавилось в Христовой любви. Но уже сам апостол Павел должен был всю жизнь терпеть страдания, предохранявшие его от превозношения. Последующие святые, как мы приводили примеры жизни Антония Великого и Макария Великого, хотя и были изобличаемы тот, чей же Духом Святым, не могли уберечься иногда от горделивого ощущения своей силы. Нестерпимо трудно человеку, находящемуся в славе, чувствовать себя равным братьям в Своем Церкви. Оттого Христос определил, как помощь против этого сатанинского чувства, всякому начальствующему христианину быть всем рабом. Каким образом, будучи начальником, стать всем рабом, это мучит Дух Святой, если начальствующий примет в сердце данный завет Христа. Если духовных мучительно трудно устоять против соблазна власти, то что бывает с малыми сими, каковы за самыми немногими исключениями обыкновенно все цари и начальники церквей. Их единственное спасение в христианском обществе это благогодить перед явленными святыми и смиряться перед ними, а также искать среди подвластного народа праведных обличителей себе и правиться. Даже Святой Тихон Задонский Одна же получила плеуху от Юродивого, который шепнул ему «Не превозносись!» Зато Святой Тихон всю жизнь уплачал пенсию Юродивому. Но возможность такого отношения к своей власти для малых христианскими уничтожил и провозгласил свою деятельность как Божие вдохновение. Они стали чувствовать себя как бы наместниками Бога на земле, которые сами знают, что нужно и что не нужно, которым как бы вложено Богом всяческое разумение власти. Отсюда именование «самодержец». Подобное самочувствие конечно должно было стать несчастьем как для начальствующих так и для всего христианского народа. Положение христианских царей в этом смысле гораздо горше и страшнее чем языческих императоров. Последние почти безответственны, тогда как христиане, объявившие себя выше братья и правящие пользуясь всегда насилием, не имеют оправдания. Под ними разверзается пропасть всяческой неправды. Вот отчего сибирепой жестокости и безобразием насилий Византия не только не уступает, а в некоторых случаях превосходит языческую римскую империю. Византия блистала великолепием своих церемоний религиозных и зрелищами в цирках, но трудно сказать, что Византия состояла на первом плане. По крайней мере каждый император слышно сложнейшим ритуалом, короновавшись в храме Святой Софии, много внимания уделял на представление в цирке, ибо весь город принимал участие в этом деле. И могучие политические партии своими религиями выбирали цвета любимых наездников цирка. И именно в цирке народ привык изъявлять перед царем свои государственные требования. После Истиниана невозможно назвать императора, который не совершил бы кровавого насилия над своим предшественникам, сородичами и соправителями. Развернем этот печальный слиток кровавых императорских дел Истиниан, не имея детей, назначил своим наследником племянника Истина Второго. По указанию последнего был умершлен его собственный племянник, казавшийся Истину опасным соперником. Через 20 лет следующий император Маврикий, свергнутый испокой, хотя уже не опасный счастливому заместителю, все-таки был доставлен в Халкидон, и там на глазах несчастного были умершлены его трое сыновей, а затем казнили самого Маврики. Убит был также старший его сын. Через 8 лет новый император Иракли, обладев троном, предоставил самой византийской толпе расправиться с покой. Она подвергла его жестокому поруганию, и его сожгли на площади быка. Иракли от жены Мартины имел сына Ираклиона. После вступления последнего на престол, спустя несколько месяцев, по воле сената и народа, матери царя Мартини, был отрезан язык, а Ираклион был подвергнут не менее жестокому и более позорному наказанию, которое потом повторяется по отношению к лицам царской фамилии, к устечению носа по поводу этого новый царь Констант брат Ираклиона, а другой жены Ираклия. Произнес речь к сенату, начинавшуюся так. Ваш боговдохновенный приговор справедливый не зверк. При Константе папа Мартин был подвергнут истязаниям и умер с ссылки. Еще более зверские истязания претерпел святой Максим исповедник. Его привезли в Константинополь, долго били воловьими жилами, затем отрезали до корня язык, отсекли правую руку, провели с позором по всем кварталам Константинополя. Император Констант также был умер слен в 668 году. Сын Константа Константин, Паганат, при вошествии своего прародительских престолов, страшной жестокостью подавил восстание, а у братьев своих велел вырвать ноздри. Этот же Паганат в 680 году созвал 6-й вселенский собор. Сын Константина Естинян II получил название Рипоткнит, что значит рваные ноздри, так как и он по воле народа был изуродован, был десятилетний перерыв его царствования. Преследующему императору Ильвей Саври в 740 году был издан судебник Эклоза. Характерными особенностями этого памятника является во-первых необычайная обилие ссылок на священное писание, а во-вторых изобилие в главе о наказаниях членовредительских наказаний отсечения руки, ноги, урезания языка, ослепление, отрезание носа. Императоры Истарийской династии по поводу членовредительства хвалились своей гуманностью. Этими наказаниями была заменена смертная казнь. Заметим, что членовредительства назначалось за обычные преступления воровство и прочее. После Льва Исавра царствовал его сын Константин Капроним, кроме убийств, соперничавших с ним о власти. Ответим, типичные для тех времен его поступки с патриархом. В начале царствования после победы над овладевшим престолом Артава иодом, которого Константин остепил, заподозрив патриарха Анастасия в недоброжелательстве, Константин подверг его следующему унижению. Патриарха посадили на осла лицом к хвосту и дали в руки держать хвост. Так водили по цирку. Впрочем, затем патриарх продолжал свое церковное служение. Гораздо сильнее посадал патриарх Константин. Его подвергли избиение воловьями жилами и затем привезли в собор Святой Софии и здесь поставили, так как он уже не мог стоять от истязания, его держали перед возвышением, где стоял новый патриарх Никита с епископами. Стали читать патриарху Константину указ с перечислением его различных вин. После каждой вины так называемый астикрит наносил бывшему патриарху удар по лицу. Затем несчастно подвели к патриарху Никите и тот Надепа Мафор произнес отлучение. Затем патриарха Константина посадили на осла лицом к хвосту и дали хвост в руки. Осла ввел его племянник, которому вырвали ноздри. Переполненным зрителями цирки толпа сбегала вниз, ругала бывшего владыку, плевала на него, бросала грязью. Потом его стастили с осла и потирали шею ногами. Через несколько дней он был убит. Мы привели исторические факты, приблизительно за 200 лет в Византии после Ястиниана. То же самое продолжилось и далее. Не нужно думать, что так называемые благочестивые дела императора в роли собраний вселенских соборов сколько-нибудь предохраняли их от гнузки, их насилии и власти. Так знаменитая защитница иконы Ирина, мать молодого царя Константина VI, которая закончила долголетие иконоборческое движение, созлав в 787 году VII Вселенский собор, которая всегда очень благоволила к монахам и священникам. Через 10 лет после собора подвергла ослеплению своего сына императора, дабы он не мешал ей править единолично. В 802 году Ирина была наверху счастья, ей удалось достигнуть высочайшего прославления, в государственных актах ее именовали Ирина Великий Царь и Автократор Ромеев. Обласканные ее монахи и духовенства оказывали ей повсюду всезвычайные подсчеты и внимания. Карл Великий прислал к ней послов с предложением Брачного Союза. Но послы еще дожидались ответа, как византийский Кифар сверг Кириллу с престола и сделался императором. Вообще историк изантий Сеодор Спенский говорит, жестоко спроявлявшаяся в членов вредительстве, в мучениях, в продолжительности заключений и в казнях засвидетельственно одинаково в отношении иконопочитателей и иконоборцев. Ну и до иконоборческого движения, как мы говорим, говорит Константин Паганат, создавший Шестой Вселенский Собор в 680 году, в свое время приказал вырвать ноздри у своих братьев. Чтобы не перечислять по порядку византийские безобразия, но показать дальнейшее безнадежно злое состояние нравов, остановимся на деяниях двух монархов. Василий Второй, 967-1025 из Македонской династии. Начало династии положил Василий Первый, бывший конев императора, свергший своего благодетеля Кесаря Варду и убивший императора Михаила Третьего. Был настроен демократически, он очень ограничил влияние крупных землевладельцев ради помощи мелкому землевладению, укротил хищничество правителей областей, известен главным победами над болгарским царством, именован болгаро-болца. После одной победы осклепил 15 тысяч пленных болгар с начала XI века. При этом Василии Втором русские приняли христианство от греков. Во времена русского великого князя Ярослава Мудрого греки взяли в плен русских под начальством Вышаты и 800 человек осклепили царствами Константина Мономаха в 1043 году. В 1692 году Андроник Камлин дядя 15-летнего императора Алексея объявил себя соправителем царя, венчаясь на царстве и приступая к принятию из пресистских тайн. Он поднял руку и поклялся, что принимает власть ради помощи молодому царю. Через несколько дней Андроник удавил своего племянника царя. Андроник ослепил мужа своей дочери, а его письмоводителя приказал жечь в народном цирке. Разведен был огонь, привели юношу на голову в кандалах. Сожигатели обступили его и длинными острыми колями подталкивали в огонь. Юношу побросали на обращенное против него острия. что быстрыми прыжками юноша выскакивал из огня. Зрелище продолжалось долго, изнемогший наконец он упал и сгорел. Андроник помогал бедным и обызал стесничество вельмож, так что в провинции поборы прекратились. Через два года правитель созвал своих приверженцев и объявил, что всех содержимых в тюрьмах необходимо убить. Составили призвор по внушению Божию, а не по приказанию державного и святого государя объявляем, что для пользы государства нужно уничтожить всех находящихся в тюрьмах, а равно захватить и умертвить всех их друзей и родственников. Этот призвор однако не удалось осуществить, так как в храме Святой Софии народ провозгласил императором Исаака Ангелоса. Андроник попытался бежать на корабли, но был схвачен и предстал перед новым императором монархом. Здесь его били, ругали, высипывали бороды и волосы на голове, вырывали зубы. Затем отдали на общее поругание и все, даже женщины, бросались на Андроника и били, наконец-то ему отрубили правую руку и бросили в тюрьму, не давая там пить и есть. И с несколько дней ему выкололи левый глаз, посадили на паршивого верблюда и возили по площадям. Масса народа преследовала его и не было зла, какой они учинили бандронику. Одни били его по голове палками, другие пачкали ему ноздри пометом, третий намосил губку скотскими человеческими испражнениями и выжимали ему на лицо. Некоторые срамными словами поносили его мать и отца, привели наконец верблюда в открытый театр и здесь тащив несчастного повесили за ноги между двумя столбами. Перенеся такое множество страданий, Андроник еще крепился и говорил Господи, помилуй, для чего вы еще ломаете сокрушенную кость? Толпа, разорвав его рубашку, терзала его детородные члены. Один садил ему в зад фитаган, другой вонзил длинный меч в горло. И Андроник наконец с трудом испустил дух из книги епископа Порфири Успенского. Если Андроник злодей, то что же все-таки представляло из себя христианское византийское общество, при котором на беду всех в цирке, куда сходился весь город, могли совершать все такие дела, что в приводимых фактах самое страшное и гибельное для христианства? Не преступление. В преступлениях можно покаяться, либо совесть проснулась. Но может ли проснуться совесть у людей, когда словом Божиим они оправдывают свои гнушности, Бога вдохновением именуют злодейство? Законодательный сборник с наказаниями, которому ужаснулись бы древние греки-язычники, обильно уснащают цитатами из книги, которая основана на призвищах к прощению и нелицемерному браколюбию. Вот какую исцелиную рану нанесла церковная деятельность Истиняна Великого. Как ярко сказывается в этом эпитете антихристианство исторической науки, которая по преимуществу именно такого рода личностям присваивает именование Великий. До Истиняна, конечно, имя Истиняна мы употребляем здесь скорее как понятие собирательное, в нем как в фокусе отобразилось то, что втайне подготовлено духом антихристового. До Истиняна мало кто сомневался, что христианин это человек духовно перерожденный, а кто еще не переродился, тому необходимо стержать Духа Святого. После Истиняна наступает формальное отношение к христианскому званию. Точно установленный ритуал делает человека христианином. Церковь как некое учреждение, а не как новый род людей на земле. Члены этого учреждения очень уверены в своих правах, но плохо сознают свои христианские сокровенные обязанности. Это в особенности характерно для начальствующих в государстве и церкви. Им мнится, что они самим Богом вознесены на священные места, цари, как помазанники божии, архиереи, как преемники апостолов по рукоположению. Но нет ничего более антихристианского, как это уверенность в своих правах начальствующих в христовом обществе. Весь смысл того, что писали великие учители церкви о священстве, кроется как раз в полном нечувствии своих прав и в чрезвычайно остром, мучительном сознании своей немощи. Они знали, что Христос заповедовал им умывать ноги ближним, а не владычествовать над ними. Коносца Григорий VII 1073-1085 годы Мы переходим теперь к Западной Европе, к началу нового тысячелетия нашей эры, через 500 лет после Ессениана. Мучительнейшая картина духовного разорения, безнадежность положения сказывается не в пороках христианского общества. В пороках можно покаяться, если свет Христов не погас в церкви, а в том, что те, как бы вершители церковных судеб, кто с начальственных мест стремится улучшить жизнь Христового общества, преобразить церковь, преобразование это совершает не в духе Христа, а в духе антихристовом. И ужасно то, что до сих пор они не обличены церковью, как будто церковь признает, что они действительно послужили братьям. Причина разумеется та, что дух антихристов этих деятелей омрачил церковное сознание. Кто же были эти преобразователи? Обыкновенно связывает начало преобразовательного движения во второй половине XI века с французским монастырем Плюни в Бургундии близ Макона. Однако мы не будем держаться того тона, который свойствен недуховному подходу к явлениям церковной жизни. Тону, который всякие события истории готов называть значительными и всяких деятелей великими, славно потрудившимися для церкви, лишь бы эти последние выкинули импонирующие лозунги спасения церкви, единства христианского мира и прочее. И сделали виновниками много шумящих событий. Во-первых, лозунгами и программами вдохновляются только пустые величины, партии и прочее. Во-вторых, есть события недобрые, духовно ничтожные, и их должно изображать соответственно творимому ими злу. Как говорит знаток стиля Тен, при изображении какого-либо предмета заимствует краски из него самого. Вот поэтому клюническую инициативу церковных преобразований мы не будем характеризовать, как это обычно принято, вроде время образовалось в гнездо разврата, а лучшая часть духовенства, решив бороться с этим развратом, выдвинула несколько замечательных деятелей, монахов и с клюни, и так далее. Памятая, что не всякую борьбу можно назвать христианской, есть борьба, которая бесконечно усугубляет зло, и вместо того, чтобы уничтожить, делать его неизгладимым, творит обман добра, или иначе служит антихристову духу, пребывающему до самого пришествия Христа. Памятая это, мы скажем так, некоторые группа лиц, монахов и с клюни, задумывали исправить несовершенство церковного строя, разумеет церковь, как весь христианский мир. Их теоретики свое намерение провозглашали очень высоким наивным стилем введение Божьего Царства во всем христианском мире. По их мнению, идеал церковный, не будем говорить совершенство церкви, ибо совершенство есть понятие духовное, и здесь решительно неподходящее. Идеал церковный достигается через единство церкви, а единство через правильно построенный иерархический порядок, иерархическую лестницу. Здесь они сравнивали церковь с ангельским миром, указывая, что как на небе ангелы не равны по степени власти, так и церкви устанавливаются над епископами, архиепископы, даже митрополиты, далее патриархи, и весь строй получает завершение в Папе, который есть устроитель и глава всех. желая помочь церкви выправить иерархическую лестницу. Группа преобразователей старается занять места начальника в церкви, и это им удается. Как нельзя лучше. Некоторые становятся папами, другие кардиналами и прочее. Можно спросить, при помощи каких сил достигли они столь крупных успехов в своем намерении начать преобразование церкви с вершины иерархической лестницы. Благодаря ли собственным недюжинным и даже гениальным способностям, как это думают почти все историки, или здесь замешалось еще нечто. Одно только бесспорно. Дух Святой немало не содействовал членам этой группы, ибо стремление к власти ради великих дел в церкви не путь Христова свидетеля верного, а наиболее ему противоположный. Клинические преобразователи, однако, это необходимо отметить, были люди искренние, не ради самой власти желавшие властвовать, горевшие послужить тому, в чем видели истину. Но в них не было главного христианского качества терпения нести свой крест, как несут его те монахи, которые видят нечестие в церкви, усугубляют свою скорбь и свои молитвы, и потому преодолевают соблазны сатаны завущего их на великие дела. Клининские преобразователи были из тех монахов, аскетов и молитвенников, которые без мгновения Божьего дают духовные обеты и удаляются от скромной доли житей, предназначенной им промыслом Божиим. Становятся добычей навязчивых идей под видом добра, которая внушает им сатана, ибо пришло его время и его час. Пришло его время. В другое время такие люди гораздо менее заметны для историков церкви, служат злу. Эти же явились в тот момент церковной жизни, когда тайное должно было стать явным, иначе сказать, дух антихристов тогда созрел настолько, чтобы совершить новый захват власти. Их ленинцы оказались избранниками злых сил, дабы выполнить их предназначение. Усугубление антихристово сознания в церкви идет через искажение духовной цели и христианства, подмены их материальными. И те, которые призваны совершить этот подмен, объявляют борьбу всеми средствами за цели, выдаваемые ими как истину. Ложь за правду. Можно ли выдавать ложь за правду, не будучи сознательным обманщиком? Мы сказали, ведь ленинцы были люди искренние. Есть два противоположных вдохновения. Про освещение Духом Божиим и галлюцинации сатаны. Здоровье сознания и помрачение сознания. Денисам стало мерещице, что римские папы призваны вводить Царство Божие на земле. Если бы они имели разум Христов, то помысл был бы разоблачен и внести Царство Божие значило бы преобразить всех христиан в святых, духовных, если бы даже папы имели такую благодатную силу, которую апостолы Христовы не имели, то далеко не все христиане согласились бы добровольно стать праведниками. А без доброй воли нет Царства Божия. Царство Божие было истолковано ими как единство христианского мира в чисто материалистическом порядке. Церковная власть подчиняет себе всех и все папе послушной церковнослужителей и светские властители. Императоры и короли и может принадлежить и земельная территория христианских народов. Когда навязчивая идея о папском Божьем Царстве или единстве христианского мира или вернее единой власти в мире окончательно завладела будущими преобразователями, им пришло на ум, что три явления в жизни церкви мешают осуществлению их идеи. То, что они называли симонией, затем инвеститура и в третьих брак священнослужителей. Они объявляют беспощадную борьбу этим врагам своего идеала. В борьбе исчерпывая все свои силы отдают ей свою жизнь. Как же велась борьба против этих кажущихся к кляницам самыми пагубными недостатков церковного строя? Прежде всего, были ли преобразователи согласны друг с другом в мнении о способах этой борьбы? Нет, мнения были не одинаковы. Но один из членов их партии одержал верх и вел борьбу в своем духе в крайнем направлении. Как понять его победу над товарищами? В деле добром, Божием, никто из трудящихся церкви не побеждает других. Каждый служит и действует по указанию Духа Святого все идет согласно во Христе. В деле самочинным, недобрым, является соревнование и тенденция действовать насилием, поэтому верх берет самый решительный, так было и здесь. Победителем оказался Гильденбранд, впоследствии папа Григорий VII. Два предшествующие ему папы, избранные при чрезвычайном его усилии, правили по указаниям и наставлениям Гильденбранда. Кардинал Петр Дамиани в значительнейшем лесо в преобразовательной группе характеризует отношения папы Николая II и Гильденбранда, называет последнего господином папы, а о папе говорит, что он боготворит Гильденбранда. Отзывы враждебной партии еще речи. Епископ Бенцо называет Николая II ослом, посолом Гильденбрандом. Следующий папа Александр II, был по общим отзывам крайне слабодушен, если с чем-либо он пытался не согласиться с Гильденбрандом. Тот пушил его по выражению Дамиани, и папа, растерявшись, спрашивал у окружающих, чем я его обидел. Впрочем, и сам кардинал Петр Дамиани, человек даровитый и добрый, который папа, посылая с поручениями к императору, называл неизыбливым столпом и оком римского престола. И даже, что Дамиани пользуется после папы наибольшей властью, должен был сознаться, что ему не под силу соревноваться с Гильденбрандом. Хотя он и считался другом Гильденбранда, но характеризовал эти дружеские отношения так. Гильденбранд, господин своих друзей, дружеский тиран, любил его любовью Нерона, ласкал его плюхами и держал как коршун в когтях. А однажды Дамиани назвал Гильденбранда святой сатана. Можно признать, что Дамиани и Гильденбранд являли собой в группе преобразователей два различных начала. Дамиани хотел быть милостивым, Гильденбранд напротив, не милосерд. И ничто так ярко не характеризует преобразователей XI века, это постоянное поражение Дамиани в его разногласиях с Гильденбрандом. Например, Дамиани был против вмешательства в английские междоусобия, ибо считал недозволительным войну между христианскими народами. Однако, вопреки его настоянию, Вильгельму завоевателю было постно священное знамя апостола Петра как благословение на победу. А Вильгель бенормандес мы считаем в истории. При завоевании Англии Вильгельм действовал с холодной сознательной жестокостью. Дамиани считал предосудительным расходовать церковные деньги на военные надобности. Но их не только расходовали, но даже нанимали за деньги, прежде считавшиеся лютыми врагами престола цароцин норманов, когда они понадобились для уничтожения антипапы. Дамиани ужасался отлучение от церкви жителей города Анконы. Вопреки Христову милосердию, папа исключил из Царства Божия, осудил на погибель несколько тысяч душ. Он скорбил также о том, что высшие власти в католическом мире, папа и император не были соединены узами любви и полагал, что необходимо папе действовать по отношению к императору в самом примирительном тоне. Было бы праздным вопросом спрашивать, во что вывелись бы преобразовательные тенденции, если бы победил добрый Дамиани, а не Гильденбранд. Самое существо недоброго дела вывинуло главным вершителем всего задуманного Гильденбранда. Его победа означает, что клиническое движение произошло не помановение Духа Святого, а протекало без помощи Божией, содействуя развитию Духа Злобы. Изумительно, что историки называют Гильденбранда великим и гениальным преобразователем. Как бы совершенно не видят, что всей своей жизненной деятельностью он непрестанно осмеивал самого себя. Во главе угла Гильденбранд, так же, как и все теоретики преобразовательного движения, ставил строжайшее иерархическое послушание начинает в младших степеней к старшим. И папа, как вершина, никому не подсудный вершитель всех церковных дел. И вот, будучи еще в младших иерархических чинах, Гильденбранд неизменно повелевал, командовал епископами, кардиналами, папами. Во что же превращал он эту священную иерархическую лестницу, которую проповедовал, ради восстановления которой началось все это странное преобразовательное движение. Рассмотрим, как велась Гильденбрандом, папой Григорием VII и ее сотоварищем, борьба с симонией, инвеститурой и семейной жизнью священников. Кого называют они симонистами? Буквально симонист значит покупщик благодати. Они производили это название от Симона, мага, который хотел купить за деньги апостола Петра Иоанна, благодать Святого Духа, чтобы творить чудеса, воскрешать мертвых, исцелять больных и прочее. На что они негодуют? На то ли, что люди, не имеющие права на священный сан, покупают его за деньги или нечто другое их возмущает? Симонисты жалуются преобразователи. В свое оправдание говорят, что они покупают не посвящение в сан, а только связанное с саном церковное имущество. Преобразователи что покупается сан или имущество. Напротив, они точно доказывают, сан и принадлежность сана имущества составляет единое и неделимое целое. Весь с этим неразрывными узлами благодатна, скрепленный с достоинством епископа. Таким образом, обвинение проявляется не в том, что покупщики не имеют права на сан и хотят купить его за деньги. Очевидно, они имеют на это право, иначе им от кого это зависит и не изверяли бы имущество, связанное с саном. А негодование за то, что священнослужители соглашаются платить за приходящее в их владение материальное добро. Кому? Вероятно, данные общине или герцогу, или императору, вообще хозяину имущества. Но должны ли они платить по мнению кляницев? Да, должны. Кому же? Здесь необходимо помнить главную идею кляницев. Борьба за абсолютную власть папы. Этой борьбой все и определяется. Григорий VII говорит, папе римскому принадлежит вся территория христианских государств. Вот, значит, кому священнослужители должны платить. Церковной казне или папе, или ищем абсолютную власть и в светском, и церковном смысле. Они должны отдавать принадлежащие церкви чужие руки. Постепенно мы выясним, что это чужие. Ревность к материальному богатству церкви преобразователи считают кощунством разделения священнического сана от имущества. Вот, что говорит один из них теоретиков, а за ним и другие, всячески варьируя свою истину. Имущенство составляет материю епископата, а духовная власть его формы. Епископства не могут существовать без земных владений, как душа не может жить без тела. Духовный царь и церковное владение составляют единую святыню Божию. И всякие растекающие эту живую единицу разлучают в ней душу и тело, совершая духовное убийство. Церковное имущество ризы божества. Симонисты те самые враги Христа, про которых сказано, делят ризы между собою. И наконец положение. Церковь должна приобрести всю территорию епископа. Тогда она будет свободна. Впрочем, слово спасителя познайте истину и вы будете свободны. Итак, Симонист тот священнослужитель, кто в имущественном положении зависит не от папы, а от кого-либо иного. Церковь в лице папы борется с расхитителями ее имущества. Имуществом же своим она хочет считать все земельные и прочее богатство христианских народов и даже самое государство. Борьба с Симонией тесно связана с борьбой за инвеституру. Инвеститура есть вручение императорам или королем посоха и кольца лицу, имеющему принять епископский сан. Основанием этого акта было то, что епископство тогда не было только священнической должностью, но и включало в себе властительские права герцогства, княжества, графства и прочее. Здесь она даже получает свое настоящее выражение полную ясность, ибо до сих пор неясен был тот главный претендент, кому обвиняемые в Симонии священнослужители вынуждались платить за церковное имущество, расхищать священные собственности. Борьба за инвеституру открывает этого соперника папы, так же, как и папа, имеющего претензии на территорию государства. Это император, благодаря ему си епископа оказываются симонистами, его получают государя, связанные с епископством, княжеством и герцогством, они становятся его обязательными плательщиками, вассалами. Давным-давно устами греческого императора Ястиниана императорская власть провозгласила две святыни, согласием которых держится государство, власть священническая и власть императорская. Но, как мы показали в предыдущем очерке, императорская власть постепенно и как бы незаметно совершенно подчинила себе церковную, навязала ей свою волю. И вот теперь церковная власть святы папы Григория VII в свою очередь хочет поступить так же с императорской, как императорская не по-божески поступала с ней. Тщетно добрый Петр Дамиани советует своему другу Григорию разрешить это дело мирным путем, то есть путем обоюдных уступов. Григорий VII настроен весьма воинственно. Говоря вульгарным языком, священническая власть беззастельчиво пользует всеми средствами и готовится поесть императорскую власть, как императорская до сих пор поедала церковную. Быть может, бестители мнимой духовности думают упрекать нас за профанацию столь великих событий церковной истории, но мы уже сказали, что намерены придержиться совета Тена изображать предмет свойственными его природе красками, чтобы не было сомнений, с кем и с чем мы имеем дело. Да поверит нам считатель, что вынужденное в своем изложении добра апокалипсия стал понятен от времен благодатных апостольских и святых церковных истин. Опуститься столь низко и цитируть и рассказывать о том, что до сих пор в благословских трактатах именуется теократическим идеалом и чему уделяется длиннейшее и серьезнейшее исследование. Мы испытываем неизвестимую скуку сердца, как насильно отдаленные от Господа Иисуса Христа и Церкви Его Святой. На откуда взялись столь возвышенные понятия теократический идеал или именование великие церковные преобразователи, могучие деятели. Так всегда бывает, когда дьявол приходит в святое место, мытья разум человеческий, он заставляет людей самыми высокими понятиями и важным стилем рассуждать о пустейших и смешных предметах. Итак, Папа предъявил к императору требование отказать от своих прав назначать епископов князей и передать это право всецело в руки Папе к отрицинному властителю церкви. Григорий 7 мог бы оставить за собой право назначать и посвящать епископы, предоставляя территории государства распоряжаться законному правителю империи. Позднее так и было поступлено. В 1022 году по Вормскому конкордату церковные должности должны были замещаться по каноническому избранию и утверждению Папы Папа Калис II. А император Генрих V давал посвященному инвеституру на княжеские права, владения и бенефиций, связанные с духовной должностью. Но, как мы уже сказали, этот Папа не только территорию княжеств, которые правили епископы, считал своей собственностью, но и все государство своим христианским имуществом, так что имел святое право лишить любого короля императора короны. До какой непомерной кичливости доходила идеология Папы Григория VII, можно видеть из следующих двух из многих подобных начертанных им параграфов папского достоинства, как бы высокого порядка, светский государь получает свой свет от папы, как луна от солнца, низкого порядка. Если папа садится на лошадь в присутствии императора, то последний должен держать ему стремя. Состояние тогдашнего императора Генриха IV было очень тяжким, не говоря уже о том, что императору с детских лет было внушено, что его звание имеет мистический ореол помазан нищества Божия, что его власть Божия, Бог на небе, а царь на земле. Отец Генриха IV, Генрих III на основании таких прав свел с престола и посадил на престол нескольких пап, не говоря обо всем этом, но и в обычном государственном смысле он был поставлен в очень затруднительное положение. В ту пору даже ничтожные владители областей старались стать самостоятельными государями, значит раздробить страну. Епископы же по своему самому положению церковных людей были наиболее послушными императору. Передать назначение этих правителей в чужие руки, хотя бы и папа не всегда имеющего возможность понять положение страны, в данный момент конечно представлялось актом государственно немудрым. Генрих IV поддержанный многими епископами отказывался исполнить папское приказание. Быть может дело так бы и осталось нерешенным, если бы решительный Григорий VII не изобрел нового, сильно действующего средства борьбы. Он отлучил от церкви императора и верных ему епископов. До сих пор от церкви отлучали только еретиков, людей по-тогдашнему позорных и ненавистных всем за искажение Христовой истины. Уподобить еретикам императора епископам за то, что они не принимали, вернее, не понимали по существу того, что требовало от них папы, было делом неожиданным и неслыханным. Все были как бы ошеломлены, но расчет оказался верным. В те времена нельзя было изобрести более верного средства для уничтожения и сопротивления церковной власти. Взглянем как бы изнутри на тогдашнее религиозное сознание. Люди все были очень благочестивы, однако благочестие это можно назвать более храмовым, чем истинно христианским. Слово Христа самарянки, истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, тогда почти никем не разумелось. Исполняя всякое служение в храме, верующие считали священным делом пить врагу, то есть нарушали самую основу Христово Завета. Например, человек, посвященный в Ритере, всю ночь накануне проводил в молитве, давая же русовский обед, плялся мстить за каждое оскорбление. Без любви жить могли, но без исполнения церковных обрядов не были в состоянии, это разрушало весь уклад жизни. Испуганный император с небольшой свитой отправился в Италию, желая спросить прощения у папы. Как же принял его Григорий VII? Он находился в это время в Каноссе, в замке его верной сторонницы, Марк графини Матильды. Три дня папа заставил короля дожидаться решения перед стенами замка. В холодную пору, босой, с непокрытой головой, в одежде кающегося должен был стоять здесь тот, кого с детства церковь уверяла, что он помазанник Божий. Такой прием кающегося был, конечно, противоположен заповеданному Евангелием. И когда шедший к отцу, что упокаяться, сын был еще далеко, увидел его отец и жалился, и побежав прав ему на шее и целовал его. Лука 15-20. Мы не побоимся назвать весь ее именем. Здесь было злое презрение к апостолскому преданию, при том человеком, называвшим себя преемником апостола. Ибо подвергнуть просящего сисхождения столь тяжким переживаниям значила совершенно нарушить меру его сил, иначе сказать, отдать на растержание бесовским полчищем, для которых, конечно, нет приятней добычи, как изнеможение обремененного церковной власти более, чем сверхсил человека. Кановцу стал нарицательным именем, как бы вызовом Богу любви. Именно отсюда тянутся злейшие нити в истории церкви, издевательство над кающимся человеком, впоследствии превращенное в систему нравственно-физических пыток инквизиции. Третьей борьбой преобразователей с несовершенствами церковного строя была борьба с женатыми священниками, вернее, уничтожение семейств церковных служителей. Вопрос, был поставлен чрезвычайно прямолинейно. Не о том, что отныне следует посвящать церковно-служителей только неженатых, иначе монахов, а гораздо проще. Для введения Царства Божия на земле Папой единству власти его препятствуют женатые священники, ибо они плохо повинуются развлекаемые семейными заботами. И кроме того, церковное имущество расходуется на их семейство. Так как единство власти должно быть достигнуто немедленно достигнутся, то немедленно следует всех священников развестись их женами. Ходячим выражением того времени было изречение, приписываемое Григорию Седьмому. Не может церковь освободиться от рабства мирянам, доколе духовные лица не будут освобождены от жен. Чрезвычайно характерно в этом изречение страдательный залог. Будут освобождены как бы уже признается, что иначе как насилием здесь ничего поделать нельзя. И действительно, насилие употребляют не только те, кому ведать это надлежит, но и мирянам от папы дано разрешение и даже измененного обязанности содействовать всяческими насилиями делу безбрачия священнослужителей. Ссылаясь на данную им папа инструкцию, миряне преследуют женатых клериков и те не знают, куда им скрыться, и всюду встречают ругательствами, оплеухами, их грабят, многие превращены в нищих, другие искалечены, третьи убиты. Так говорит история. Можно было бы сомневаться во всем этом, подозревать наветы врагов, если бы писатели папской партии, очевидно по наивности, не прославляли в своих писаниях насилие мирян над женатыми священниками. Биограф Григория VII Берн Рид видит в несчастной судьбе жен священников, разрученных с мужьями, действие божественного гнева и правосудия. Одни после разручки с мужем умирают внезапно, ошеломленные постигшим их ударом, другие сходят с ума, третьи сами налагают на себя руки, бросаясь в пламя. Если бы преобразователи ставили вопрос о безбрачии идеологически, с ними можно было бы говорить, ибо на безбрачии священнослужителей могут быть разные точки зрения. И сам апостол Тао говорит, разве мы не имеем власти иметь спутницей сестру, жену, как и прочие апостолы и братья господни и кифа? Далее, если бы клянись и ставили вопрос о целомудрии, необходимом по их мнению служителям, их можно было бы доказывать им, что вряд ли безбрачие и притом насильственное способствуют целомудрию, но они не преследуют нравственной цели. А целомудрия они рассуждают даже кощунственно. Преобразователи великолепно отдают себе отчет, что аскетизма не будет, но им кажется, что ради великой цели единства власти лучше согрешить со многими тайно, чем связываться с одной женой явно сведомо людей. Тут даже добрый Дамиани присоединяется к общему хору. Если бы сношение духовных лиц с женщинами пишется, он оставались тайнами, с этим еще можно было упримирить. главным злом является явное сожительство клириков со своими собственными женами. Изумительно! Таинство священства эти церковники признают, а как они поступают с таинством брака? Кто может усомниться после этого власти над племенцами, даже над лучшими из них навязчивых идей? Антихристианскому характеру борьбы Папы Григорий Седьмого с несогласными с ним лицами соответствует его учение об участии, вернее сказать о неучастии в делах земной церкви, главы церкви, Господа Иисуса Христа, а также учение о благодати не Духа Святого, а иной действующей будто бы в церкви. В произведениях Папы Григория Седьмого и его письмах Христос вышний первосвященник, его царство не от мира сего, его церковь на небесах, иначе заперт на небесах. На земле же церковь возглавляется апостолом Петром. Верховному апостолу Петру поручено пасти овец, ему же вручены ключи царствия. Власть ключей данной верховому апостолу и его есть власть над целым зданием Вселенской Церкви. Петр властвует церкви через Папу. Папа до такой степени присуществляется в апостола Петра, что действие его, как должностного лица, суть действия самого апостола. Здесь прежде всего поражает какая-то сумасшедшая бесцеремонность по отношению к тому, что известно Церкви. Что же известно Церкви? То, что Христос сказал ученикам и, конечно, всей Церкви через них, ибо апостолы никогда не отрывали себя от тела Церкви, и сея с вами во все дни до скончания века. И в этом смысле, конечно, гораздо больше правды в стихах Тючева, чем в многотомных исследованиях о преобразовании Церкви к ленинским преобразователями. Всю тебя земля родная в рабском виде царь небесный исходил благословляя. Это может сказать про себя всякая христианская страна. Ну, а и второй верховный апостол Павел говорит, я с вами до тех пор, пока не изобразится в вас Христос. Отобразится в вас, значит, примите в себя Христа живого. Состояние, о котором апостол Павел свидетельствует, не я живу, а живет во мне Христос, присущий всем духовным земной церкви. Мы много раз говорили, что апостолы не властвовали над душами, они только помогали душевным преобразиться в духовных, то есть достичь цели христианской жизни. Духовные же они считали равными себе. Вас нечему учить, ибо помазание Дух Святой учит вас всему. Или вы духовно исправляете в спарших согрешения, в духе кротости. Конечно, здесь понятие духовное употреблено не в смысле пустого слова духовенства, а так у апостола Павла в артичии от душевных, душевный не может разуметь, что от Духа Божия, потому что всем надо насудить духовно 1 Коринфянам 2.14. Столь прославившиеся своим могуществом Папу, вроде Григория 7-го, Иннокентия 3-го, им подобные, оттого и воображали, что они могут властвовать над душами, они могли только насиловать души, что они были сами душевные, не разумевшие, что от Духа Божия, то есть основа христианства. Сам Христос не властвует над душами, ибо союз его с душами не есть власть, а любовное водительство, наставление через Духа Святого тех, кто свободно, сердечно принимает его. Вот что знает церковь, все духовные, все святые Христова. Церковь Христова на земле, но она совершенно не знает, что означали слова Господа апостола Петру, дам тебе клещи царствия, где осуществляются эти слова Спасителя. Не осуществлены ли они? Об этом никому никогда не было дано знать на земле, то есть откровенно. Папские же толкования этого текста есть и воли, как пустые кабинетные умозаключения превозносящихся неразумевших, что такое они говорят, иначе лишенные всякого духовного значения. Об апостоле Петре однако известно, что он жил и умер, не воскрешен, значит душа его, как и прочие души умерших, живет особой жизнью, нам неизвестной. Душа умершего, нечто разъединенное, не получившее еще цельного образа, который будет дан при воскрешении мертвых, снова соединение души и тела, не может, конечно, возглавлять земную церковь, которую возглавляет сам Христос. И как надо полагать, призванные к служению Пресвятая Богородица, Святая Помощница главы церкви, много раз являвшаяся великим святым, беседовавшая с ними, как имущая небесную власть. А Пресвятая Богородица Церковь знает, что она воскрешена. Церковь также знает, что все представившиеся святые ходатайствуют перед Христом за братья живых и умерших своими молитвами. Они могут являться людям по повелению Христа. Это явление запечатлено в рассказах многих святых, имевших видение «Смотри, жития святых». Но то, что умершие святые будто бы имеют какую-то особую свою благодать, противоречить единой благодати Духа Святого. Апостолы при жизни и вообще все имевшие поводу Духа Святого могли передавать эту благодать другим, духоносные, озаренные от Духа, и другим сообщает благодать Святой Василий Великий. Благодать Духа Святого и теперь, как воскрешенная и призванная к служению в земной церкви, сообщает Пресвятая Богородица в Лурде, например, как известно, происходит не только исцеление физическое, что чудесно, но что несравнимо чудеснее бывают чудеса духовного рождения. Но ни у одного святого в жизни не говорится, что душу умерших сообщает живым благодать, да еще какую-то свою собственную. Исцеление не есть дарование благодати. Посмотрим теперь, что говорится о благодати у Григория Седьмого. Апостол Петр по этому учению является как держатель благодати в земном ее действии. Григорий Седьмой постоянно повторяет благодать апостола Петра, благодать святого Петра для всех жизнь и блаженство, гнев его для всех погибель. Во власти апостола Петра не только царство царей, но и души верующих в силу данного ему преимущественно право связывать и разрешать. Он может даровать или отнять спасение и идти, как в этой земной жизни, так и Григорий Седьмой часто отлучал от церкви по формуле отлучая от благодати святого Петра. То лишь он благодати святого Петра, тот по объяснению папы становится членом общества дьявола. Во всех делах своих утрачивает божественную помощь, не может одержать победы на войне, не может ни в чем преуспеть в мире. Благодать у апостола Петра может думать и есть в горячечном мозгу Григория Седьмого как нечто необходимое, чтобы утвердить власть самого Гильдитбранда и других подобных ему пап. Рассуждение его материалистически узкое. Петр за гробом и потому конечно не может говорить и действовать, за него говорит и действует папа. И даже еще позитивистичнее, я занимаю место епископа Рима, где первым был апостол Петр, я его духовное наследие и потому все, что я говорю и делаю тождественно тому, что говорил бы и действовал апостол Петр на моем месте. Следовательно, под благодатью апостола Петра папа не разумеет нечто таинственное потустороннее, а нечто присущее по наследству от апостола Петра ему самому. Не духовная сила, а правая эмблема власти. Для материалистов, смешивающих имущество церковное со священным саном, то и другое связано благодатными и разрешимыми узами. Конечно, очень легко вообразить, что по наследству подобное имущество можно передавать духовность апостольству. Для христианина это абсурд, ибо апостол есть личный избранник, данное лицо, и передать это избранничество невозможно другому лицу, тем более целому учреждению. Как мы уже говорили, апостол, пророк, учитель, всякий духовный есть чин Мельсиседека, а не священник, всегда людьми выбираемый и чрезвычайно редко Христос избранник по чину Мельсиседека. Когда Папа Григорий VII перестал учить по своим собственным кабинетным умозаключениям, а начинал молиться на свой лад, то вот что у него получалось. Молитва при отлучении Генриха IV апостолам Петру и Павлу. Молю вас, святые отцы и властители, да поймет и он знает теперь весь мир от вас, что в силу принадлежащей вам власти связывать и разрешать на небе, вы можете на земле отнимать и давать каждому по заслугам империю, царство, княжество, герстокство, маркграфство. Или молитва в отваге в ответе императору Генриху VI на его предложение Папе Григорию VII покинуть за негодностью папский престол. Блаженный Петр, первовреховный апостол, власть и вязать и разрешать на небе и на земле. Мне было дана Богом по Твоей просьбе, дабы я пользуюся Ею во имя Твое, терпая силы из этого убеждения. Я для чести и защиты Твоей Церкви, во имя Бога всемогущего Отца и Сына и Святого Духа, Твоей власти и Твоим авторитетом, запрещают царю править царством германским. Я анафенствую его во имя Твое, дабы народы знали и познавали, что Ты Петр и что на всем камне Сын Бога живого, построил Свою Церковь и что врата Адова не одолеет ее. Обращение к апостолу чисто идолопоклонническое. Как мы говорили в начале первого очерка, вступительное слово, судьба проводников антихристово духа, часто не соответствует необычайному успеху их деятельности. Плоды этой деятельности великолепно прививаются и неизгладимо запечатлеваются на дальнейшем состоянии церкви. Между тем, карьера потрудившихся пап заканчивается нередко очень жалко. Таков был конец Григория VII. Выписываем из истории и ожесточившийся вот духовный результат коносца. Ожесточившийся Генрих IV отправился в Италию, чтобы наказать своего злейшего врага папу. Он достиг того, что часть немецкого населения итальянского духовенства избрала на место Григория архиепископа Равенского. Генрих овладел Римом и короновался императором. Григорию не оставалось ничего более, хорошо распуждая история, как прибегнуть к помощи норманов прежде врагов Рима. Их герцог Гийскар к своему войску присоединил отряда сарацин, язычников, разбойников и пришел на выручку папы. Император не захотел мериться с силами Гийскара и ушел в Германию. Гийскар взял Рим приступом. Норманы и сарацин жестоко грабили город на глазах папы. Григорий VII принужден был покинуть Рим вследствие понятного возмущения на него жителей за приглашение столь серепых папских союзников. И в Риме водворился ставленный к императору Климент III. Григорий недолго пережил свое унижение. Перед смертью он сказал своим приближенным всю жизнь не любил правду и ненавидел беззаконие зато и умираю в изгнании. 1085 год. Иннокентий III 1198 1216 годы. Самый могущественный из пап так рекомендует его исторический шаблон. Как в сказке о рыбаке и золотой рыбке разлакомившаяся старуха требует чтобы быть особовой дворянкой а потом хочет стать даже самодержавной повелительницей Марии чтобы сама золотая рыбка символ дарующих высших сил была у нее на посылках. Так материалистически понимающий христианство папа объявляет себя в лице Григория VII наместником вернее было бы сказать воплощением апостола Петра а затем продолжающий эту идеологию именно идеологию а не откровенную действительность папа Иннокентий III провозглашает себя наместником Христа и владыкой благодати Духа Святого сообразу небожьему а целовещему возвышению папы и папская тиара как эмблема этого материалистического роста изменила свой вид когда-то она была простым золотым венцом и убрана белыми павлиними перьями потом ее разукрасили драгоценными камнями обвели тремя золотыми диадемами и на ее верхушке прикрепили большой рубин подавая ее папе при клирах народа при кликах народа архидиакон говорил примите ару и знай что ты отец князей и царей правитель мира на земле на месте нашего спасителя Иисуса Христа во время церемонии своего посвящения папа неоднократно выходил к народу и бросал толпе горсти золота серебра и меди и жадная римская толпа давя друг друга бросалась подбирать деньги к драгоценному росту папской тиары присоединяется еще и новый храмовый жест папского величия уже не как добрый христианин смиренно подходит он к святым тайнам Христовым и даже не как достойный священнослужитель а так чрезмерно зазнавшийся слуга пользуясь величайшим смирением господина приказывает подносить к себе где он стоит посередине храма святую жертву Христа грустно и тяжко писать о таких делах в церкви к совершенно материалистическому понятию благодати относится право папы раздавать а затем и за деньги продавать индульгенции то есть прощение грехов даже будущих это право основывается на том убеждении что святые спасали свои души накопили столько заслуг перед Богом что оказался значительный их излишек выходит по материалистическому воззрению составлен капитал папы собственники всех церковных богатств как хорошие хозяева пускают этот капитал в живое обращение не только расплачивается ими с Богом за просыпки своих подданных но еще и извлекает из капитала выгоду денежную ибо ведь по их учению церковное имущество и денежная и духовная одинаковая святыня продают индульгенции покупателям грешникам кому угодно заслуги святых симонии они назвали бы в данном случае продажу фальшивых индульгенций то есть выручка с которых не попадет в папскую казну нужно ли напоминать христианскую истину что прощение грехов возможно только при условии чистосердечного их исповедания но здесь все ошибка и понимание заслужит извинительно что преемникам апостола Петра неизвестно его знаменитое извлечение и праведник едва спасается 1 Петра 4 17 откуда же после этого излишки заслуг но и все святые неоднократно свидетельствуют о себе если бы не помощь Божия мы бы непременно впали в грех утверждать возможность излишков заслуг членов церкви значит утверждать ересь Пелагия если бы Божий промысел знал о накопленном богатстве в церкви заслуг святых про Господь будущие бесконечные милости римских пап давно бы преобразил человеческий мир в царство Божие превыспренное сознание своего могущества выявилось у Папы Иннокентия Третьего в следующих словах римский первосвященник всегда сохраняет за собой полноту власти если и пользуется помощью других которым поручает себе себя заместить то делает это по примеру Господа Учителя нашего который также разослал учениковство их по всему миру а вот нечто вроде Иннокентиев исповедания векарь Иисуса Христа наследник святого Петра занимает среднее место между Богом и человеком меньше Бога на больше человека Римская церковь с которой я совершил супружеский союз очевидно предваряя брак Агнца который наступит только после разрушения великой блудницы когда церковь обречется в праведность святых то есть приготовить себя мне принесла преданное я получил от Рима Митру знак моего религиозного служения и Тиару дающие мне владычество земное мы поставлены Богом над народами и царствами ничто из того что происходит во вселенной не должно ускользать от внимания и контроля верховного жреца понтифекс максимус понятность какой Бог поставил этого Папу над народами и царствами ибо наш Господь Иисус Христос сказал своим апостолам цари господствуют над народами а вы не так но кто из вас больший будь как меньший впрочем понятно кто мог дать ему Тиару дающую владычество земное только тот кто искушая Христа в пустыне и показывая с высокой горы все царства мира обещал все это дать ему если падшу поклонницу каким образом являлся власть Папа Иннокентий Третий в сравнении с Григорием Седьмым в более изощренных насилиях Григорий Седьмой непослушных отлучал от церкви теперь был изобретен интердикт если император не повиновался Папе по всей стране прекращалось совершение таинств и церковных треп церкви стояли запертыми умирающие не получали последнего напутствия другой род насилия было объявление крестового похода одного христианского народа на другой один раз это произошло в Англии за непослушание короля Иоанна Безземельного на все государство Папа наложил интердикт однако страдал от этого только народ там король был глубоко равнодушен к Папе и к христианской религии он воспользовался этим разрывом в церкови чтобы отобрать у церковных служителей их имущество в свою пользу тогда Иннокентий лишил то есть издал соответствующее предписание Иоанна короны и провозгласил избрание нового короля под руководством Папы так как этот акт лишения Папы короны короля не был предусмотрен никакими законами то чтобы привести его в исполнение понадобилась соответствующая сила Иннокентий нашел ее в лице французского короля он писал Силиппу что поручает ему это святое дело в кавычках и в награду обещал отпущение всех его грехов в то же время рыцарем всех народов было разосло послание чтобы осеняясь знаменем креста они потрудились отомстить за обиду Вселенской Церкви в награду обещались привилегии которыми пользуется посещающий гроб Господень на этот раз Папа одержал так сказать бескровную победу испуганный Иоанн безземельный согласился ради отпущения грехов как собственных так и всех родичей живых и покойных уступить все королевство Англии и все королевство Ирландии Господу и святым апостолам Петру Павлу и святой Римской Церкви и господину своему Папе Иннокентию Третьему и всем преемникам его а затем получал эти королевства от Господа и от Римской Церкви как восстал грамоты Иоанна 1213 года Папа Иннокентий Третий пишет по этому поводу «Кто научил тебя Иоанн как не тот божественный дух который не сходит на кого пожелает теперь власть твоя стала царственным священством как сказано в послании Петра хорошо понимание царственного священства торжества Папа было непродолжительно не только английские князья но и епископы потребовали от Иоанна великой хартии вольностей трусливый король точно же исполнил желание и выдал хартию злое злой досаде Папы не было конца не желая потакать дерзость историю великой злобы пишет Иннокентий Третий своему клюврету Иоанну Безземельному к презрению апостольского престола к нарушению королевского права к позору английского народа и великой опасности телу Христову мы имеем Господа всемогущего Отца Сына и Святого Духа а также власти святого апостола Петра и Павла как и нашей собственной властью осуждаем безусловно эту сделку и проклинаем ее то есть великую хартию вольности воспрещая под страхом анафемы чтобы король не смел ее соблюдать а барон и их сообщники требовать ее соблюдения однако ни светские ни духовные бароны не отказались от великой хартии и папская анафема не помешала этой хартии стать основой английского государственного устройства надо удивляться что такую победу над английским королем история считает одним из проявлений могущества папы Иннокентия Третьего но столь же двусмысленны были его пресловутые победы над германскими императорами если здесь и был успех то исключительно благодаря счастливым для Иннокентия Третьим случайностям перед стесняясь Генрих насаждал везде в папских владениях своих воевод и в самом Риме префект сделал орудием империи и вдруг первая счастливая случайность за Иннокентия Третьего Генрих Шестой умер про царство всего семь лет наследнику Фредриху было лишь три года началась смута Южная Италия перешла в руки вдовы императора а Германия разделилась на два враждебных лагеря Гебелинов Гоген Штауфенов и Вельфов и или сей кандидата в императоры так как маленького Фредриха оказалось невозможным привезти в Германию препятствовал Иннокентий его дядя Филипп выставил свою кандидатуру как представитель Гоген Штауфенов со стороны Вельфов был оттон большинство германских князей избрало Филиппа но партия противоположная поддерживаем английским королем выбрала оттона Иннокентий Третий писал в Германии Мы согласно слову пророка поставленные Господом над народами и царствами желая исполнить обязанность лежащей на нашем сане извещаем апостольским посланием что на того обратим апостольскую благосклонность за кем признаем больше заслуг Филипп избранный огромным большинством не спешил с заслугами напротив оттон теснимый своим противником все упование возложил на Иннокентия уверял ее в самых ласкательных выражениях своей сыновней преданности и давал самое торжественное обещание всячески служить римской церкви однако дела оттона шли все хуже покровитель его английский король умер из него и так немногочисленных приверженцев большая часть перешла на сторону Филиппа здесь Иннокентий нашел удобную вмешаться и провозгласил что его апостольская благословность встала на стороне оттона однако ничего из этого не вышло папе было постное заявление за личные подписи главнейших князей империи одного патриарха четырех архиепископов двадцати двух епископов четырех аббатов короля богемского восемь дерцогов шести маркграфов и трех фальцграфов в котором папу просили не протягивать никоим образом руки на права империи к обиде ее он послал двух кардиналов к Филиппу с предложением признать его императорством с тем однако что оттон женится на старшей дотери Филиппа и получит в приданное родовое герцог Сосгобеншталфенов но только что начали их переговоры вдруг вторая счастливая священная дневная тенция один из воссталов по какому-то личному шагу там какому-то что хоть в кем-то в в в в